Нерюнгринский район посетила республиканская делегация во главе с Галиной Данчиковой. В центре внимания депутата Государственной Думы были социальные объекты района и объекты территории опережающего развития Южная Якутия. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В свой визит Галина Иннокентьевна началась посещение горно-обогатительного комплекса Денисовский, где поинтересовалась показателями работы предприятия. Руководство угольной компании Колмер отметило, что в данный момент создаются все условия для комфортного развития района. С их стороны это новые рабочие места и необходимые условия для жизни населения. Сколько сейчас работает на Денисовском? 2200 человек. В месяц. 2200 человек, да. В ходе рабочего визита Галина Данчикова посетила республиканскую специализированную детско-юношескую футбольную школу, где постоянно проживают и проходят профессиональное спортивное обучение несколько десятков детей. Депутат оценила комфортабельные условия их проживания и ознакомилась с успехами воспитанников, многие из которых после окончания школы подписывают успешные контракты. Ну все нравится ребята здесь, да? Все нравится? Да. А тренируетесь где? В горняке. В горняке? Хорошо, ладно, удачи вам, спасибо, успехов. В районной администрации Галина Данчикова встретилась с инициативной группой по вопросу применения повышенных районных коэффициентов к пенсиям пенсионеров города Нерюнгре. По итогам встречи было принято решение о продолжении разбирательства в сложном вопросе и более детальном его изучении. Сейчас как бы первый шаг, я обращаюсь в генеральную прокуратуру с совершенно попростым вопросом, с перечнем решений, которые как бы есть, и с принятием мир, и информируем меня о этих мерах, которые, собственно говоря, должны были приняты. Завершился визит депутата Госдумы участием в торжественном собрании, посвященном Дню города, Нерюнгринского района и Дню народного единства. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгре.